Полвека Вилюйская ГЭС снабжает энергией, алмазную промышленность и всю Западную Якутию. В эти дни предприятия отмечают 50-летний юбилей запуска первого агрегата. В поселке Чернышевский в городе Мирно прошли праздничные мероприятия. О том, как отметили полувековой юбилей энергетики, смотрите в следующем сюжете. Сегодня Вилюйская ГЭС одна из крупнейших в республике. Основной потребитель энергии предприятия алмазодобывающей промышленности. В республике есть три источника электроэнергии. Правда, недавно у нас появилась четвертая, Светлинская ГЭС. А так, это основной из источников. Пороская энергосистема изолирована. Мы, конечно, работаем в основном на алмазную промышленность, на население западного энергорайона. Но нас ожидают перспективы, когда невостребованная мощность каскада Вилюйских ГЭС будет работать дальше, на территории республики, Иркутской области, на территории России, надеемся. В 2005 году каскаду было присвоено имя Евгения Ботанчука. Именно он возглавлял строительство Вилюйской гидроэлектростанции. В день празднования ветеран-строители, те, кто работал бок о бок с Евгением Никоноровичем, вспоминали, с каким трудом он добивался начала строительства уникального энергетического объекта. Самое сложное было это бюрократия. В то время, когда Евгений Никонорович здесь был, многие чиновники Минэнерго СССР были против строительства, ну, были не все, конечно, против строительства каскада Вилюйской ГЭС. Полувековой юбилей каскада Вилюйских ГЭС закончился торжественным собранием во дворце культура «Алмаз». Лучшим работникам и ветеранам-строителям вручили заслуженные награды. Лучшим работникам и ветеранам-строителям вручили заслуженные награды.